Здравствуйте зрители Ютуба! Сегодня я покажу вам как оттрассировать нужный кабель, если он идет с линиями, где может наводиться от излучателя наводка сигнала. Сейчас покажу как это делается. Вот две линии ТВ кабеля, которые прокинуты одна в одну комнату, другой кабель в другую. И вот, чтобы найти нам нужный кабель, мы нужны кабель, все жилы и изоляцию заземляем, в моем случае это будет дверь ваша, может быть какая-нибудь железная конструкция, либо вообще заземление, земля воткнутая штырь, суть не важна, но все сигналы, которые наводятся, они должны куда-то деваться, растекаться. Вот, на железную конструкцию, собственно увеличиваем сопротивление, и все это дело будет гаситься. Далее мы подключили излучатель к нужным нам жиле, сигнал есть, но и здесь сигнал есть на двух кабелях, поэтому на одном слабее, на другом чуть мощнее. Лучше звучит. Сейчас мы пойдем в квартиру, где заведомо я сам вложил эти кабели человеку, где это все дело, знаю где пролегает, сейчас мы посмотрим, где есть сигнал. Вот, собственно дальше по второму кабелю, который мы заземлили, сигнала нету. В месте, где проходят кабели, сигнал прослеживается. Посмотрим дальше. Кабель, который нам не нужен, идет сюда, в эту комнату. Посмотрим сигнал у разъема на телевизор, если он прослеживаем путь, куда он идет, нигде сигнала нету. Даже у гнезда ничего не слышно. Сейчас идем к кабелю, который, а я знаю где проложил, который нам нужен, и пробуем его трассировать. Слышим слабый сигнал на уровне стены плинтуса. Сигнал четкий. На всем пути сигнал четкий. Погрешность буквально 3 сантиметра. 3-5 сантиметра где-то на глаз. Уже сигнал уходит. Смотрим дальше. Сигнал продолжается. Поясню, это замурованный сейчас кабель, который на данный момент не нужен. Заказчик сам определит дальше место соединения. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, если кому-то данный способ пригодился и поможет, то я буду очень рад. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и до скорой встречи.